всем привет кто будет нас смотреть или кто присоединиться во время эфира привет привет с вами лара шум так вижу 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 так я жду сейчас александра ануфриева нашего чудесного замечательного режиссера давайте поищем нет алиса мы сейчас ничего не будем с тобой искать здравствуйте здравствуйте а напишите как вас зовут а то я только ник вижу меня зовут алиса алиса с планеты земля алиса пожалуйста выйди из эфира таких полномочий у меня нет такая самостоятельная девушка включается здравствуйте так все я включила привет 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 я рада тебя видеть здравильно сейчас я телефончик установлю а тут вот так так получше немножко привет привет рада тебя видеть очень-очень честное слово ребят сейчас немножко просто представимся кто не знает меня меня зовут лара шум я актриса кино и вот уже четыре года по-моему саша четыре года я хочу сняться у тебя и все никак не получается ну мешают границы политические ситуации революции все прочее так понятно а так бы я бы у тебя бы снялась да однозначно это очень известный на украине режиссер правильно саш представься пожалуйста нашим зрителям но да можно сказать что я очень известный но не самый известный естественно не самый успешный но тем не менее один из довольно таки известных в украине режиссеров известный как актер в том числе потому что как актер я снялся порядка в 120 проектах как режиссер снял восемь сериалов четыре короткометражных фильмов а вот кроме того я преподаватель издал две книжки одна из которых для актеров собственно которые мы сегодня будем разговаривать ну вот плюс одна художественная книга преподаю написал пьесу ну короче говоря развиваясь как творческий человек как могу но основной акцент это конечно же режиссура поскольку главная цель моя это снимать полнометражное кино к чему и собственно постепенно и подбираюсь ребят дело в том что я александру ануфриеву также очень благодарна за то что он мне а подкорректировал мое резюме давным давно я ему отправила и он мне подкорректировал его это очень хороший человек еще к тому же и очень мудрый поэтому его книгу я очень рекомендую почитать я тоже веду актерское мастерство саж и сейчас тоже пишу книгу представляешь но это правильно на самом деле время пришло многие пишут мы не года полтора-два назад олеся грибок вот она как бы известный человек который тоже издает книги и проводят мастер-классы и так далее у нас тут постепенно тоже начинается движение но мне приятно осознавать что в украине во всяком случае я был первый мастер-классы начал проводить или книжку издал и так далее поэтому пока что удается стоять не знаю насколько меня хватит конечно же а ты молодец книжки нужно писать тем более что если есть о чем рассказать потому что почему собственно возникла идея книжку потому что слишком много проблем с актерами которые вот приходят на съемочную площадку и совершают абсолютно глупые идиотские ошибки которые никак не связаны с актерским мастерством они сказали просто обоснованно с общечеловеческими моментами для того чтобы этого как-то избежать и свои нервы сохранить и не тратить время на объяснение элементарных с моей точки зрения вещей я собственно и начал проводить мастер-классы и написал в итоге эту книгу ну например какие они ошибки элементарные но тоже резюме допустим которое вот я тебе подправил ну потому что это действительно было у тебя резюме было для зрителей скажу может быть ты меня конечно за это возненавидишь резюме было написано вся информация разными шрифтами разные крупность то есть вот так вот все налепано 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 кастинг-директор и режиссер который открывает ваше резюме должен быть аккуратный красивый продукт который приятно брать в руки а когда я вижу что она все разное тут так написали здесь так этот шрифт этот шрифт тут так вот так все перемешано у меня сразу же мысль что этот человек очень сбалмошный скорее всего недисциплинированный и у с ним могут быть проблемы потому что ну как бы это указывает на его недисциплинированность поэтому тут все должно быть четенько какие должны быть фотографии какое должно быть резюме зачем нужен шоу рил зачем нужна визитка как это должно выглядеть как продвигать себя в соцсетях очень важный момент сейчас это ну в топе то есть люди не умеют себя продвигать там не понимают насколько важно допустим элементарно фотография даже на аватарке в соцсетях а это очень важно потому что я когда там просматриваю общаюсь по аватарке я уже могу определить человек имеет какое-то отношение кино к искусству или нет и зачастую когда там какие-то там домики грибочки цветочки и так далее я к этому отношусь но это не серьезный подход этот человек явно не актер поэтому это тоже нужно обращать внимание вот эти все моменты их масса на самом деле потому что книжка большая она 160 страниц занимает а мастер-класс вот крайне на эту тему продлился более шести часов и я даже не успел всего рассказать то есть моментов на которые я указываю там на ошибки и так далее их много то есть я в меньшей степени говорю об актерском мастерстве потому что это должны делать другие люди которые там имеют актерское образование я все-таки режиссер я не преподаю актерское и не обучаю актерскому но я как бы могу подсказать как себя правильно вести на площадке что делать для того чтобы туда попасть и в принципе как подготовиться к роли тоже в том числе потому что это тоже очень важно и для меня как для режиссера важно чтобы актер был готов вот саш смотри ведь я резюме тебе отправляла наверное года четыре назад правильно ведь он где-то так наверное да и до сих пор его помнишь я тебе больше скажу про твое резюме написано в этой книге но я не назвал и на фамилию то я никого не называю если там какие-то негативные примеры впрочем как и положительные вот но тем не менее многие читая книжку узнают себя и потом по секрету меня там об этом сообщают но про тебя написан как бы как пример что так не надо делать а та та я я и хлоп хлоп по попе нет ну это я к тому что к тому что уважаемые актеры когда вы отправляете резюме вы понимаете головой что вас могут запомнить вот и а к чему поэтому лучше десять раз перепроверить резюме чем вот ладно зар Drive хороший человек но это не знаете что все такие вокруг поэтому лучше десять раз перепроверить резюме отправить его к 2021 какому-то профессионалу чтоб его проверили потому что вас запомнят или просто-напросто отправят в чёрный список, вот как говорил Саша. Как я говорю, сейчас, Ларочка, извини, как я говорю, лучше задать 100 глупых вопросов, чем совершить одну глупую ошибку. И так, как ты говоришь, 10 раз перепроверить и 1 раз отослать, а не наоборот. Ещё я хотела узнать, вернее, тебе спросить личный вопрос. Можно? Можно, конечно. Нас же никто не слышит, нет? Ну, наверное, надеюсь, никто. Я хотела, во-первых, по звуку потом с тобой поговорить. Хотела сейчас спросить, вот смотри, как ты справляешься? Вот ты режиссёр, да, на съёмочном площадке приходят актрисы, именно девочки, именно женщины, и ты такой видный, красивый мужчина. В тебя можно быстро влюбиться. Вот у меня сейчас идёт флирт просто-напросто, сразу же уже. Вот как ты справляешься с этим на съёмочной площадке? Ты сразу как-то останавливаешь? Или что ты делаешь? Ну, смотри, во-первых, у каждого режиссёра свой подход в работе с актёрами, да? Для меня важно, чтобы актёр, который приходит на съёмочную площадку, получил удовольствие от процесса. Не всегда мы можем дать актёрам достойные гонорары, не всегда мы можем дать достойные условия отдыха, подготовки и так далее. Но то, что мы точно можем дать, это хорошее отношение, чтобы человек пришёл как в свою семью, к родным людям, которые его любят, которые его ждут, которые его обожают. Поэтому я никогда не ограничиваю себя в комплиментах актёрам. Человек пришёл, и я показываю это абсолютно искренне, как я его ждал, как я его люблю. Потому что я знаю, что если человека хвалить, если человеку показать доброе, тёплое к нему отношение, он выложится. Если ты с ним общаешься вот так вот, а такие случаи я тоже знаю, сам как актёр, когда ты приходишь на съёмочную площадку, и ты даже не понимаешь, кто тут режиссёр. Никто с тобой не общается, никто с тобой не познакомился, ничего. Кто-то откуда-то кричит, какие-то задачи ставит, а ты не массовка, ты актёр. Может быть, у тебя эпизод, это эпизод с текстом, ты играешь, ты профессиональный актёр, никакого у тебя человеческого отношения нет. И вот из-за того, что я всегда открыт для общения, всегда на позитиве, всегда пытаюсь сказать что-то приятное, хорошее, возможно, может быть, кто-то там и начинает влюбляться, что-то испытывать, ну, так, чтобы вот конкретно знать случай. Ну, я знаю, конечно, некоторые моменты бывали, но на самом деле я могу флиртовать, да, я могу заигрывать, я могу говорить комплименты, приятные вещи, но всё это до определённого момента, потому что я-то, собственно, как бы женатый человек. Вообще-то, понимаешь, дальше дело всё равно не пойдёт. Если что, как бы всегда можно красиво выйти из ситуации. А стоит вообще актрисам на съёмочной площадке флиртовать с режиссёром? С оператором стоит, с продюсером точно стоит. С оператором, знаешь, потому что он тебя снимает, он тебя может снять так, что ты страшная будешь, может снять так, что будешь красивая. Поэтому на самом деле это жизнь, если есть желание, если это искренне, если ты действительно приходишь, и ты чувствуешь какой-то там порыв сказать что-то приятное, тогда чего нет? Почему нет? Мы же взрослые люди, это наша жизнь, есть и служебные романы бывают на съёмках, и это нормально, как в любой сфере, где работают взрослые люди. У нас там в группе, я сейчас работаю, снимаем сериал, и там средний возраст, ну, 25 лет в группе. Ну, естественно, есть куча девочек красивых, симпатичных, куча парней молодых, красивых, красивые актёры приходят. Может быть, и флирт, может, даже отношения какие-то могут завязаться. У меня когда-то мой оператор, который со мной снимал, у них построились отношения с девочкой-хлопушкой. Сейчас двое детей, и они счастливы. И слава богу! Поэтому хотите флиртовать, ну, флиртуйте, в чём проблема? Вас точно запомнят. Главное, просто понимайте, что до чего вы можете дойти, до чего нет. Знаешь, кто-то может во время флирта так зафлиртоваться, что, собственно, распылит человека, и в итоге ничего дать ему не сможет. Будет только конфликт, выяснение отношений и так далее. То есть всегда нужно понимать меру, где ты можешь, до чего ты можешь дойти, а на чём нужно остановиться. Вот главное — это понимать. Если есть понимание, человек с мозгами достаточно мудрый, чтобы вовремя остановиться, то флиртуй на здоровье, кто мешает, Господи. Главное, чтобы не вовремя здоровью. Такой вопрос к тебе, как к режиссёру. Смотри, ты же не отбираешь, получается, персонажей в кино. Это делают другие люди, правильно? В каком смысле? Ну, вот, допустим, кастинг-директор отбирает персонажей, да? Нет. Нет? Нет. Ну, смотри, как происходит. Вот, допустим, приведу тебе два примера. Один пример, предположим, сериал, который вы наверняка знаете как жители Российской Федерации — «Женский доктор». Я снимал третий сезон. Там главные роли, главные персонажи, они были утверждены продюсерами. Продюсерами на самом высоком уровне. Естественно, я к этому не имел никакого отношения. Но роли второго плана, эпизоды и так далее, это утверждал я. Да, сейчас мы снимаем сериал, который называется, это украинский сериал на украинском языке, «Иронический детектив. Панико Вова. Второй сезон». Линейные герои, они перешли с первого сезона. Естественно, я как бы не мог там ничего менять, потому что это уже было с первого сезона, да и смысла не было, всё замечательно, прекрасные актёры. Но, тем не менее, я как режиссёр как бы утвердил на дополнительное линейного персонажа сам утвердил актёра, и на всех других персонажей, на второй план эпизода и так далее, утверждаю я. Кастинг-директор мне рекомендует, он мне может показать, он мне может предложить, но всё равно финальное решение всегда остаётся за режиссёром или за продюсером. Кастинг-директор, как бы, ну, не бывает такого, чтобы кастинг-директор сам решал, кто будет сниматься, кто нет. Не она же будет, не он же будет работать с актёрами в кадре. Это буду делать я. Я должен определять, кто подходит, кто не подходит. Либо продюсер, в данном случае креативный продюсер, который может вообще рулить всем и контролировать всех. Тогда скажи мне, пожалуйста, вот я малоизвестная актриса, мне-то как тогда, кому понравится? Продюсеру, режиссёру, кастинг-директору? Кому? Для того, чтобы сняться у нас тут? Тут сняться? Или вообще? Вообще, ну, мне кажется, в России и у вас на Украине одно и то же. Система, мне кажется, одна и та же, потому что у нас... Я знаю, что многие российские фильмы снимались на Украине. Ну, по крайней мере, с культурами. Поэтому расскажи мне, куда мне идти. Во-первых, ходить на кастинги в любом случае. Потому что, когда ты ходишь на кастинги, на пробы, ты знакомишься с режиссёрами, даже если ты не утверждаешься на какой-то конкретный проект, на тот, на который ты пришла, тем не менее тебя может запомнить и кастинг-директор, который в дальнейшем тебя предложит на другой свой проект, и режиссёр, который в дальнейшем тебя возьмёт на другой свой проект. И продюсер может присутствовать или отсматривать потом эти видео, записанные на кастинге, и тоже заинтересоваться тобой. Поэтому надо тыкаться. Никогда не нужно... Самое главное, что нельзя делать, это сидеть сложа руки и ждать. Сидеть и думать, что я такой гениальный актёр или актриса, у меня всё получится, меня заметят, я вот сейчас полежу на диванчике, и всё само упадёт в рот. Такого не будет никогда. Нужно стучаться во все двери, нужно общаться, нужно знакомиться, ходить на премьеры, ходить на тусовки — это тоже часть профессии, никуда от этого не деться. И таким образом вода камень точит. Если, самое главное, у тебя есть действительно талант, харизма и интересная внешность киношная, то всё в твоих руках. Я знаю много примеров, да и ты их наверняка знаешь, когда актёр до 40, до 50 лет, фактически нигде не светился, особо не снимался. Вдруг, опа, повезло, и он начинает сниматься и в главных ролях. И все открывают глаза и говорят, «Боже, да где ж ты был? Почему мы тебя не видели?» Таких актёров очень много. И в России, и у нас в том числе. Просто всему своё время. Мы не знаем, когда нам это придёт. Мы не знаем, когда откроется эта дверка, в которую мы должны зайти. Самое главное, что я хочу попросить всех актёров, это не опускать руки. Потому что если у вас не складывается с каким-то проектом, если что-то не получилось, это не значит, что это конец света. Это значит, что это не ваш проект, он вам не нужен. Вы просто сами не понимаете, почему. Там намного лучше известно. Это не надо. Дадут другой шанс. Главное — его не упустить и стучаться. Не опускать руки, и тогда всё сложится. Хорошо. Но вот допустим, я знаю то, что может пройти тысяча человек, но ты запомнишь одного. Почему? Вот по какой причине можно запомнить вообще человека? Ну, я сейчас скажу, что-нибудь сделать неадекватно или неожиданно, и все начнут делать что-то неадекватное и неожиданное на кастингах. На самом деле, мне кажется, это просчитать достаточно сложно. Но то, что точно стоит делать на кастинге, это быть доброжелательным, интеллигентным и приятным в общении человека. Вот когда приходит кто-то с претензией сразу, вот такой типа «я пришёл, у меня мало времени, я текст не учил, я там поимпровизирую», вот сразу первое желание послать его далеко и подальше. А человек приходит подготовленный, серьёзный, когда он читал, если до этого ему ещё и сценарий прислали, прочёл сценарий, он понимает, в чём суть истории, такой человек вызывает уважение, и ты сразу к нему как бы больше интереса испытываешь. Даже если что-то не так, чуть-чуть, то ты вполне возможно обратишь на него больше внимания, чем на более талантливого человека, но хама. Который мы на всё наплюдаем. Поэтому приходите на кастинг, будьте готовы. Во-первых, и оденьтесь в подходящий, либо исходя из того образа, который вы будете играть, либо в кэжуал, если это некий общий кастинг, и вы не знаете, как должен выглядеть персонаж. Приведите себя в порядок, вы должны приятно пахнуть, не после вчерашнего дела, без запаха вчерашней попойки и так далее. На позитиве, с хорошим настроением, сподготовленный идеально. Идеальное знание текста — это архиважно. Я всегда говорю актёрам, идеальное знание текста позволяет вам сосредоточиться на роли. Не знаете текст, вы его вспоминаете в кадре. И это всё всегда видно, когда вы задумываетесь, когда вы тянете паузу, когда вы думаете, что эта пауза показывает, что вы в этот момент о чём-то там задумались, то все прекрасно понимают, что это пауза лишь для того, чтобы вспомнить следующие слова. Вот и всё. Поэтому подготовьтесь идеально. И тогда вы обратите на себя внимание этим. Это прекрасно. Подготовленный актёр — это здорово, с ним хочется работать. Позитивный, весёлый. С учётом того, что вам придётся вместе находиться на протяжении 12 съёмочных часов каждый день, с одним-двумя выходными в неделю, то, конечно, ты будешь выбирать того человека, с которым тебе приятны и хочется общаться, в принципе, по-человечески даже. Вот и всё. А так каких-то особых секретов нет, потому что сколько людей, столько и мнений. Кому-то, может быть, какого-то режиссёра впечатлит, если вы, не знаю, прыгнете ему на колени и поцелуете его в щёку. Кого-то там впечатлит, когда вы там станцуете польку-бабочку. Но это же всё как бы вещи такие, вы же понимаете. Удивлять надо талантом, удивлять надо своей харизмой. А это уже потом, если захотите, используйте, ради бога. Поняла. Сколько ты времени писал книгу? Ты знаешь, книгу недолго писал. Дело в том, что на самом деле, для того, чтобы её написать, мне нужно было просто перенести из головы свой мастер-класс, который я уже там много-много раз прогнал. Всего в общей сложности через вот мастер-класс прошло, ну, на данный момент уже, наверное, около полутора-двух таких человек его посетили. Вот. На тот момент это было более 600-700 человек, которые посетили мастер-класс. Всё это у меня было в голове, было записано тезисно на бумажке. Мне нужно было просто это перенести, придумать оформление, какие-то там фотографии и так далее. Пару-тройку месяцев, и всё было готово. Первый тираж. Упробные 500 экземпляров я напечатал, я не был уверен, что он разойдётся, но он улетел за три месяца. То есть три месяца хлопысь, у меня ничего нет, а люди говорят «Ещё, ещё, давай, давай, ещё, ещё, давай». Напечатал второй экземпляр где-то приблизительно около года назад. Вот, если я не ошибаюсь, в августе как раз будет год. Второй этот тираж напечатал, и на данный момент осталось около там полутора сотен экземпляров. Ну, полторы, меньше 600, полторы сотни где-то, да. Всё, они постепенно расходятся. Я понимаю, что третий я уже печатать не буду, потому что, ну, и смысла особого нет. В принципе, в основном потребность удовлетворена, и как бы хочется уже что-то другое. Я уже там мастер-класс по режиссуре короткометражного фильма провёл. Может быть, об этом будет следующая книжка, если наберётся необходимое количество людей. Но, в принципе, книга на самом деле должен тебе признаться, ты её, к сожалению, пока ещё не смогла получить в связи с тем, что граница закрыта, да, смогла только так узнать немножко от разведчиков своих. Но она получилась. Она получилась реально классно. Я её читал раз восемь, наверное, каждый раз как в первой. Слушай, у меня такой вопрос. Будешь ли ты рассматривать, если актёр нигде не снимался, и у него написано в резюме... В резюме... А, в резюме. В резюме. Что я нигде... Книга-бомба вот написали. Видишь, где вы её читали? На Украине или в России? Может, она уже всё-таки где-то есть в России? Было бы здорово узнать об этом. Вот. И, значит, я тебе пишу, что я нигде не снималась, но вот закончила то-то, то-то, и хочу очень сниматься. Ты будешь такого актёра рассматривать? Я и рассматриваю. Рассматриваю — это нормально. Это как бы актёры... Есть профессиональные актёры, которые имеют высшее образование, и это прекрасно. Есть актёры непрофессиональные, которые там заканчивали, в лучшем случае, какие-то курсы, но это не значит, что они плохие. Есть, я знаю, достаточное количество непрофессиональных актёров без высшего образования, но они, во-первых, очень типажные. Такие типажи, которых среди профессионалов нет. У меня вот есть такой один любимчик, о нём в книжке написано. У него такой шикарный типаж, который хрен ты найдёшь среди профессиональных актёров. Ну, не бывает таких профактеров, таких как бы... Все актёры профессиональные, они хотят быть красивыми и так далее. А тут такой сморщенный интеллигентик такой, ну, роскошный. Непрофессиональный актёр, но в своём образе он прекрасен. Просто есть некоторые нюансы, на которые непрофессионалы должны обращать внимание. Это есть, об этом много говорится конкретно в книжке. Это и техника речи, и техника движения, и запоминание текста, и поведение в кадре, и так далее, и так далее. То есть то, что непрофессионал получает во время обучения, а непрофессионал получает в результате проб и ошибок, попадая в съёмки, ошибаясь, набивая шишки, идя вперёд и так далее. Но у меня снимается очень много непрофессиональных актёров. То есть на роли, даже иногда на большие серьёзные роли я их беру, если я понимаю, что да, я с этим человеком работал, я знаю его возможности, он по типажу идеально ложится на этот образ, я знаю, что он справится. На роли небольшие, на эпизоды с минимумом текста почти всегда беру непрофессионалов и часто тех, кого не знаю ещё, посмотрю их на кастинге, отбираю. Для меня это как бы как проба. То есть вот человек, мы с ним не знакомы, непрофессиональный актёр, он со мной ещё не работал, хочет сниматься, вроде бы пробы неплохие, даётся ему возможность проявить себя в эпизодике, и я смотрю, если с эпизодиком справился, значит, в следующий раз будет что-то чуть-чуть больше. И так постепенно, постепенно, постепенно повышая уровень и повышая количество текста и объём роли в моих проектах. Это нормально. Непрофессионалы пробиваются и добиваются очень больших результатов. Более того, очень много непрофессиональных актёров и в Советском Союзе было. Допустим, Семён Фарада — это непрофессиональный актёр. Он не оканчивал ничего, он в студенческом театре играл. Фаина Раневская — непрофессиональная актриса. Но какая актриса? И таких актёров... Бодров-младший, «Царство ему небесное», непрофессиональный актёр, но он в своём типаже гениален, он просто... Его не переиграешь, он живёт. И таких масса людей. Я тебя заслушала и засмотрелась на тебя. Потому что, знаешь, но не все такие режиссёры, ведь не все. Не все. Чтобы они были все такими чудесными, замечательными, как ты. Они такими не будут все, потому что все должны быть разными. У каждого свой метод работы. Я знаю режиссёров, которые достаточно жёсткие на площадке. Я как актёр снялся более чем в 120 проектах. В 120. То есть у меня опыт колоссальный. Я знаю разные методы работы режиссёров. И для себя часто что-то подсматриваю, что-то беру для себя, от чего-то отказываюсь. Есть жёсткие режиссёры, есть мягкие режиссёры, есть режиссёры, такие деспоты, есть режиссёры-демократы. Но это абсолютно не показатель того, что результат будет хороший или плохой. На самом деле, хрен его знает, от чего оно зависит. Оно зависит от множества факторов. И тиран может снять какашечку, и демократ может снять какашечку. У каждого свой метод работы. Сказать, что все должны быть такие. Это неправильно. Все должны быть разные. Ну а ваша задача актёрская — найти к каждому ключик и подход, чтобы на экране было классно, замечательно и красиво. Потому что от режиссёра, вы понимаете, зависит очень много. Даже бывает иногда, что классный, замечательный, талантливейший актёр без помощи режиссёра ничего не может воплотить на экране. И наоборот. Актёр средненький, низкого уровня, при помощи режиссёра может сделать бомбу. И все говорят, боже, как он классно сыграл. А потом без этого режиссёра ничего не сделает. Такие варианты. Ещё, не знаю, в твоей книге написано или нет, такая вещь прекрасная. Сталкивалась, столкнулась один раз, я об этом знала, но как-то вот столкнулась на съёмке. Звукорежиссёр подошёл, мы были с микрофонами, подошёл к ребятам и сказал, ребят, вы что делаете? Вы почему? А за глаза обсуждайте режиссёра. Я сейчас всё это слышу. Вы просто-напросто сейчас ставите крест на своей карьере. Вот сталкивался ли ты с таким? Да, сталкивался. Сталкивался. У меня снималось, ну как, не поставил крест на карьере, сразу скажу. У меня был случай, когда снималась актриса в одном из моих сериалов. И она как бы, там что-то сделала, я ей в шутку хотел дать по попе хлопочек, она отбила это красиво, профессионально. Вот, и пошла актёрам рассказывать, какая она молодец, как она отшила режиссёра, как она отбила его там попытки схватить её за попу. Хотя я не пытался этого делать, это был просто как бы, ну, знаешь, как бы такой, типа там, э, молодец, или там, ай, плохая девчонка. Вот, а я это, естественно, всё в наушниках слышал. Ну, был неприятный момент, когда я по громкой связи сказал, что вообще-то я сейчас это всё слышу, и обсуждать это как бы не совсем корректно. Вот, я думаю, ей было некомфортно, и мне было некомфортно. Ну, хотя в той ситуации как бы я тоже был не молодец, будем откровенны. Но в целом вы должны понимать, что если на вас висит микрофон, то, естественно, все ваши общения и на съёмочной площадке, и помимо съёмочной площадки, они все могут быть услышаны. Какой-то звукорежиссёр более опытный, да, отключает актёров, если они там не в кадре сейчас. Вот он там оставил микрофон, отключил, отключил его, вы ушли, и всё, никто вас не слышит. А какие-то по неопытности или там, я не знаю, по приколу могут оставить, и да, я могу всё услышать, поэтому надо фильтровать базар. И нехорошо за глаза обсуждать режиссёра, тем более негативно обсуждать режиссёра, если вы снимаете сейчас у него в проекте. Ну, это как бы не совсем красиво. Я обычно в таких случаях, ну, я-то понимаю, что на мне микрофон, как на актёре, да, и режиссёр мой, скорее всего, приятель и друг слышит это всё. Я в таких случаях начинаю говорить, а режиссёр-то у нас какой хороший, какой прекрасный режиссёр. Ну, вы посмотрите, как он шикарно работает. Человек, конечно, понимает, что я прикалываюсь, это шутка-юмор, но, тем не менее, это правильный подход. Контролируйте. На съёмочной площадке вас видят и иногда и слышат тогда, когда вы не ожидаете. Следующий вопрос. Что ты, как ты относишься к девочкам, у которых набиты брови, губки надуты, в общем, всё подтянуто, видно, что там хорошо поработал косметолог. Нужно ли это актрисе к этому прибегать? В книжке об этом есть. В одной из первых глав я описываю по поводу внешности актёра. С моей точки зрения внешность актёра — это один из главных его инструментов. И мне кажется, что татуаж, тату, пирсинг и так далее всё это вас ограничивает. Татуху, допустим, набить можно и нарисовать, если это необходимо, но стереть её намного сложнее. На это тратится время, замазывается, и только не будет выглядеть естественно. Если действие происходит в каком-то 17 веке, и крестьянка идёт купаться обнажённая в реке, грубо говоря, а у неё на всю спину дракон какой-то, ну, это будет геморрой это всё замазывать, а потом она купаться будет, это всё сойдёт. Короче, её не возьмут просто на эту роль. Если у неё губы деланные, хотя я видел эти примеры, и, допустим, в том же фильме «Гоголь», где одна из ведьм с губасиками, которые не могут быть в 18 веке априори, губы тоже ограничивают. То есть они как бы, ну, банка, актриси вас ограничивают. Нарисовать губки можно, можно там как бы подрисовать, сделать их специальной помадой, подкрасить. Можно в конце концов какие-то, если для роли необходимы, какие-то косметические процедуры сделать, временные, да, вы всё, девочки, это знаете сами. Но если оно у вас уже есть, от этого никуда не деться, то это вас просто элементарно ограничивают в возможностях. Вы уже не будете сниматься в исторических фильмах, вы уже не будете сниматься в фильмах о войне, допустим. Вы не будете сниматься в ролях там простых женщин, потому что это нелогично, когда девушка играет там простушку из деревни, а у неё губище накаченный, татуаж, и как бы ты видишь и сиси ещё накаченные тоже. И ты понимаешь, ну, ё-моё, ну, я не верю в это. Я такой фильм видел, российский, кстати, не буду называть его, но там играли актрисы советские ещё, советские актрисы, то есть такие супер-мега-классные, играли, одна играла директора в сельской школе, а другая играла зауча в сельской школе. И одна, и другая с губами, с подтяжками на лице. Я смотрел, при том, при всём, что я очень люблю этих актрис, но как я могу поверить в то, что происходит на экране? Ну, не могут представители сельской школы, при всём моём уважении любви к ним, качать себе губы и подтягивать лица. Это глупо просто. Я не знаю, как их утвердили, как их взяли и почему взяли. Это отдельный вопрос к продюсеру, к режиссёру. Но мне кажется, что наше тело — это наш инструмент, и не надо его портить, забивая всякими дополнительными функциями. У вас будет намного больше вариантов тогда. Вот и всё. А так будете играть только холёных тёлочек с губейщими сисями. Ну, всё ограничено. Этих холёных тёлочек не так много. И они не самые интересные персонажи для игры. Вот тут написали стрижки и покраска волос тоже очень важно, особенно для исторических проектов. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, вы пишите, задавайте. Ничего страшного не будет. Я только буду спрашивать Александра. Я-то более-менее его знаю. У меня... Пишите по этому вопросы. Саше я хотела ещё вот такой вопрос задать. Украина, Россия. Как я могу... Ну вот до коронавируса, это сейчас границы закрыты, а вот до коронавируса я могла бы приехать отсняться в украинском каком-нибудь сериале? Была такая возможность? Или это... Ну, вы берёте российских актёров? Вот, такой вопрос. Я тебе скажу. Смотри, как у нас происходит ситуация. У нас телепродукты, телевизионный игровой продукт, я имею в виду там сериалы и там телемога, телевизионные фильмы, делятся чётко на две категории. Первая категория, это та, которая снимается за российские деньги, при всём, при том, что у нас типа война и всё такое, но тем не менее, это факт. И эти проекты дороже. В этих проектах главные роли, там две-три главных роли обязательно играют русские актёры, остальные роли исполняют украинские актёры. Второй, третий план, эпизоды, режиссёр, вся группа, все украинцы. Но первые три роли в основном играют русские. Но это фильмы, которые снимаются на русском языке. Это более дорогие проекты, потому что они рассчитаны на Украину, на Россию, на СНГ и так далее. Второй план, это проекты, которые рассчитаны исключительно в первую очередь на наш внутренний рынок. И они снимаются на украинском языке. Ты просто так вот приехав, ну, с трудом, я думаю, попадёшь на какой-то украинский проект, тем более, если он на украинском, ты просто не сыграешь на нём. Всё при том, что у тебя идеальный слух, там, хорошо поставленная речь, но украинский язык, он очень разнообразится от российской мовы. Нам очень сложно человеку, который постоянно общается с российской мовой, переходить на украинскую мову. Даже мне сложно, хотя я там учился украинской мовы против богатёв уроки в школе, в институте. Понимаешь меня? Но озвучка, можно переозвучить, у меня море работы, меня переозвучили. Можно. Вопрос, а будем мы с этим морочиться или нет? Ведь для того, чтобы украинский актёр приехал, ему нужно оплатить проезд, он же не за свои деньги поедет. Проживание. У нас не живут в Киеве или там в районе, мы не запариваемся. Актёру сказали приехать, он приехал. Всё. Дальше. Переозвучка, дополнительные деньги, в основном сейчас все фильмы, сериалы с живым звуком пишутся. Плюс у тебя паспорт российского гражданина. То есть это уже проблема с оформлением документов и так далее. То есть это столько геморроя, что никто из продюсеров на это в здравом уме, в трезвой памяти не пойдёт. Лишь только в том случае, если это совместный проект и российские каналы, российские продюсеры говорят, вот этот будет у вас сниматься. Тогда всё. Мы не сопротивляемся. Окей. Главная роль не вопрос. А так, конечно, очень сложно. Хорошо. Саш, в таком случае вопрос. Вот я нигде не снимаюсь, у меня нет шаурила, но как бы шаурил нужен. Что ты предложишь в этом случае? Взамен? Взамен шаурила? Ну или что делать актёру? Вот я нигде не снимала. Визитка. Записать визитку — это элементарная вещь, ничего сложного нет. Можно записать её просто на телефон. Вот сейчас, допустим, актёры мне часто пишут, да, и я прошу у них просто, даже шаурил мне не так интересно смотреть, я прошу записать визитку. Потому что по визитке я, во-первых, понимаю объективно внешность актёра, я понимаю речь актёра, что очень важно, потому что техника речи как бы должна быть идеальная у любого, кто пытается сниматься в кино. Я понимаю поведение его в кадре и более-менее даже могу себе представить характер этого человека и типаж чётко. Поэтому если у вас нету там нескольких работ, чтобы это как-то смонтировать всё в шауречек хоть небольшой, значит, тогда запишите визитку, расскажите о себе на минуту, полторы минуты, кто вы, что вы, чем вы интересуетесь и так далее, чтобы я вас раскрыл для себя немножко как человека, заинтересовался, а в дальнейшем уже дал вам, допустим, какой-то текст, попросил записать дистанционные пробы, что тоже, в принципе, сейчас очень модно и популярно. И для вас, как для актёров, это идеальный вариант записывать дистанционные пробы. Вы можете миллион дублей сделать, выбрать один, самый лучший, и отослать его со словами «Выписать». С первого раза, не знаю, получилось, посмотри. Вот. И как бы это вариант. Визитка, дистанционные пробы и так далее. Потом шаурил появится, он должен быть у актёра. И желательно, чтобы это был профессиональный шаурил, а не сам актёр это всё налепил кое-как. Или кто-то там за 10 гривен, или там в вашем случае это 30 рублей. Смонтировал это кое-как в кость, в крик. И мы смотрим, и я понимаю, что, блин, ну это такой непрофессионализм, ну как бы оно так сделано. Точно так же, как резюме, в которое всё вот так вот. Так и шаурил тоже. Это всё должно быть сделано красиво. Шаурил даёт представление о вас, как об актёре. Визитка даёт представление о вас, как о человеке. И то и другое для меня, как для режиссёра, важно. Угу. Так, я поняла. Ребята, задавайте вопросы. Это вопрос у Лары Законочки. Что? Нет, у меня, в принципе, много как для... Нет, я помню даже, кстати, я тебе записывала пробы. Я тебе записывала пробы и отсылала, и ты мне давал обратную связь. Да. Вот. Это я тоже помню. В общем, я всё помню, наверное. Проблема в том, что тогда, когда мы с тобой общались достаточно плотно, и ты присылала мне резюме, и пробы, и так далее, тогда были проекты на русском языке. И это было как бы ещё тогда, когда не было таких сложностей. Это было ещё, на самом деле, больше, чем 4 года назад, мне кажется. Это было ещё до вот этих вот революционных событий. А, нет, подожди. Да, до революционных событий. Или после? Нет, после уже, после, да. Но ещё как бы оно так было, более-менее. А сейчас как бы эти двери закрываются постепенно. У нас всё больше внутреннего продукта на украинском языке. Фильмов и сериалов, которые там, исключительно на наш внутренний рынок, на русском языке, уже практически нету. Это только те, которые совместные проекты. Поэтому, ну, как бы, возможности теряются. Ага. Вот тут девушка написала, что «а потом будет 10 дублей, типа того, что «а потом на съёмках будет по 10 дублей, если выбирать самый лучший вариант». Ну, хорошо, тогда девушке, отвечаю, присылайте самый худший, тогда вас не отберут. Ну, как бы, вы же поймите, что это в ваших интересах. В ваших интересах записать качественную, там, дистанционную пробу. И вы же, адекватный человек, вы же не будете отсылать худший вариант, правильно? Вы отошлёте лучший. Я, отсматривая её, не имея возможности с вами встречаться лично, естественно, понимаю, что я тоже рискую. Да, может быть, 10 дублей. Но, как правило, как бы, такого никогда не бывает 10 дублей. Всё равно, там, на втором-третьем уже человек понимает, что от него хотят и делает то, что нужно. В любом случае, вы отсылая лучший вариант дистанционных проб, вы мне даёте, вы мне чётко показываете свои возможности. А уж чтобы сделать так, чтобы из вас эти возможности вытянуть на съёмочной площадке, это уже моя забота. Меня этому, слава богу, пять лет в институте учили и есть некоторый опыт в этом. Поэтому, как бы, мне кажется, что ничего этого стесняться не надо. Всё мы сделаем красиво. Главное, придите подготовленными на съёмочную площадку. И всё. У меня вопрос возник, кстати. Вот тут девушка написала, Александра, визитку сразу лучше вам высылать на русском и украинском. Два варианта. Вот она написала. Проще так, да, это идеально. Но в данном случае меня на украинском интересует. Но, как бы, кто знает, может, я буду снимать и для русского зрителя проекты. Поэтому пусть будет два варианта. И у меня в связи с этим вопрос. Вот смотри, вот тоже, я так поняла, что ты очень хороший психолог, потому что ты по одной визитке можешь очень много узнать о человеке. То есть, ты на все вот запросы будешь отвечать, да, вот сейчас тебе, допустим, вышлет сегодня человек 20, визитку, шоурил и так далее, да, или ты всё-таки будешь смотреть и понимать, что вот это вот актёр, и там есть что посмотреть и там дать ему комментарий. А вот с этим я, ну, не хочу ей отвечать. Ты на все письма отвечаешь? Нет, такого у меня нету, чтобы я кому-то не ответил. Я могу не ответить лишь там в двух случаях. Первый случай, когда бывает такое, что когда очень большой поток писем, да, и какое-то письмо просто затерялось, оно вот в этом всё, всей массе, оно где-то там упало снизу, и я его просто уже не могу откопать. Но для актёров как бы совет, если вы видите, что вас не прочли сообщение и не ответили, то через там недельку-две напишите повторно, вы опять подниметесь вверх, я это увижу. Второй вариант, когда я не отвечаю, это если ну явно какая-то неадекватность, кто-то там или там что-то требует, или что-то просит, не связанное с кино и так далее. На самом деле, если человек хочет сниматься в кино и обращается ко мне как к режиссёру, я отвечаю всегда. То есть не бывает случаев, чтобы я не ответил. Да, я найду время, я посмотрю, я скажу хотя бы несколько слов в ответ, но я считаю, что это правильно. У меня, допустим, есть примеры перед глазами великих режиссёров, того же, допустим, Николая Лебедева, да, там прекрасный российский режиссёр, который снял, ну, потрясающие фильмы, там, «Легенда номер 13», то есть «Легенда номер 17», «Экипаж» переснял, там, «Змейный источник» и так далее. Я его очень уважаю. Он, я по сравнению с ним, никто. Он великий режиссёр, реально один из лучших в России. Я как бы, ну, кто? Ну, никто. Но он не отвечает. Я ему пишу письма, я ему посылаю свои короткометражные фильмы, он смотрит их и даёт фидбэк. Он отвечает, говорит мне там, что так, что не так, на это обрати внимание, это поменяйте. И я считаю, что, блин, это круто. Я стараюсь быть таким же, я стараюсь быть человеком, который, если вы ему написали, вежливо, тоже важный момент. Не так, когда же, типа там, на, вот когда бывает, знаешь, когда пишут не в сообщениях, в соцсетях, а по почте, очень часто, когда присылают письмо, в котором есть прикреплённое резюме, прикреплённые фотографии и больше ничего. Когда со мной никто не поздоровался, не написал несколько слов, типа там, «Здравствуйте, я тот-то, тот-то хотел бы с вами сотрудничать». Вот просто вот, типа, «На тебе, чувак, ты сам знаешь, что с этим делать, звони меня, ищи, я так уж и быть сниму». Вот такие, я не отвечаю. Я их сразу выкидываю в корзину и игнорирую. Если же человек пишет лично, я понимаю, что это личное обращение, он конкретно мне написал, я всегда отвечу. За что, собственно, меня и любят актёры, которые меня знают, которые там со мной пересекались, общались или снимались. Потому что они знают, что Таша, он ответит, он поговорит, он пообщается, он найдёт минутку. Это правильно и это адекватно. Это интеллигентно и так должно быть. «В чём нужно приходить на кастинг?» Вот тут вопрос. Прекрасно. Вопрос об этом тоже. Кстати, по поводу, в чём нужно приходить на кастинг, я дополню немножко этот вопрос. Потому что я сама актриса и я предпочитаю ходить на кастинг всё-таки в платьях. Потому что один раз режиссёр меня выбрал на пробах, пригласил на каутбэк, я пришла в брюках. И он был уже расстроен. Смотри, Лар, кастинги бывают двух типов. Первый вариант – это когда вас просто приглашают, допустим, в общую базу какого-то продакшена. Есть много проектов, они вас приглашают, чтобы вы записали какое-то там к ним видео своё. И они вас помещают, потом из этой базы будут вас предлагать режиссёр. В этом случае правильно приходить в casual. Можешь в платьях, ради бога. Главное, чтобы это не был какой-то такой вычурный стиль. Когда человек приходит в спортивный, я на него потом смотрю, и у меня сразу ассоциации, что спортсмен. И всё, мне сложно отделаться от чувства, что он только эту роль сможет сыграть. Я могу как режиссёр, понять, что он сможет сыграть. Но нафига мне напрягаться, если у меня есть за ним 10 других вариантов, которые по таланту приблизительно такие же, а один из правильно. Если приходишь, допустим, в косу, в коже и так далее, в металле, тоже сразу определённая ассоциация это вызывает. Поэтому лучше в casual. Это тот стиль, который позволяет мне включить воображение и представить тебя в чём угодно. Если же это пробовать конкретную роль, вы уже знаете, что это за персонаж, вам дали конкретный текст, вы конкретно этот текст готовили и представляете, о чём там этот фильм будет, тогда одевайтесь под персонажа. Играете вы проститутку. Ну так оденьтесь соответственно. Короткая юбка, чулки, там топик, пришли, я посмотрел, проба не надо утверждена. Либо бандит, да, чёрная футболка, косуха, там, или, не знаю, кожаная куртка, там, недельная небритость. Пришёл, я сразу увидел образ. Отлично. Просто часто бывает, что когда пробы проходят и режиссёр там видит человека там допустим в пиджаке, грубо говоря, то всем, кто приходит на эти пробы, заставляют одевать пиджак, хоть он им не подходит, ни по размеру, ни по длине, ни почему. Так зачем усложнять себе жизнь? Вы же прочитали сценарий, вы же представили себе этот опыт. Оденьтесь так, как нужно, в своё. Одежда вам поможет, одежда всегда помогает. Ты прекрасно понимаешь, как роскошная и красивая женщина, что оденешься ты в вечернее платье, ты будешь вести себя одним образом. Оденешься в рваные джинсы и футболку, совершенно в ином образе ты будешь. И поведение будет другое. Помогайте себе. На кастинге одежда вам поможет раскрыться и раскрыть этот образ. А если я пришла играть роль проститутки, ищу губную помаду. Взяла и сижу с тобой, разговариваю и губы крашу при этом. Шикарно. Давай, в чём проблема? Я просто... Нет, я люблю пользоваться манипуляциями в кадре, потому что актёры это не используют. Я, допустим, когда снимаю свой персонаж, люблю подумать, откуда она вообще пришла. Я деваю... Она у меня из души вообще пришла, я буду снимать пробы в полотенце на голове. Вот. Как-то так. Ребят, вопросы задавайте, пожалуйста. Времени у нас осталось всего 13 минут, поэтому кто успеет, тот задал. Так, Саш, что ты ещё хотел бы сказать по своей книге? Ну, такой вопрос, что бы вы ещё хотели сказать по своей книге? Классная книга, хорошая. В принципе, на все основные ваши вопросы она ответит. Что приятно, что очень многие профессии... Для начинающих актёров, для тех, кто делает первые шаги или кто ещё только думает идти-не идти, это идеальный вариант эта книжка, потому что она как бы рассказывает абсолютно предельно откровенно и про плюсы, и про минусы профессии. А в профессии, как ты сама прекрасно понимаешь, где-то половина на половину. Есть очень много плюсов, но есть очень огромное количество жирных минусов. Это нужно понимать и нужно, соответственно, для себя, перед тем, как ты принял решение, знать все эти вот нюансы. Для профессиональных актёров она тоже очень полезна. Многие профессионалы... В книжке, допустим, в начале есть комментарии людей, которые на мастер-классах побывали. Это и профессиональные актёры в том числе, которые говорили, что... Саня, если бы я это всё знал до того, как начинал серьёзно сниматься, я бы столько бы ошибок избежал, и таких бы успехов бы уже достиг бы к этому моменту. Очень жалко, что её тогда не было, этой книжки. Слава богу, сейчас она есть. Пока ещё есть, но заканчивается. Слушай, у меня вопрос. Вот ты актёр, да? Ещё плюсом. Плюсом, да. Вот как ты разбираешь пробы? Вот ты их вообще разбираешь? Вот ты видишь тексты, или ты просто по наитию берёшь и снимаешь? Или ты определяешь всё-таки сценическую задачу, разбираешь там по тактам и действиям, находишь замену, историю для вот этих вот проб? Как ты делаешь? Ты сейчас меня спрашиваешь, как актёра? Да, как актёра. Я честно тебе скажу, я не парюсь. Потому что для меня актёрство, это сейчас как бы абсолютно откровенно говорю, актёрство — это дополнительная функция. Я не переживаю по поводу того, что отберут меня на эту роль, не отберут. Мне как бы, ну, возьмут — хорошо. Дополнительный опыт. Сравнительно в моём случае, потому что у меня очень всегда такие простые типажи, да, это мент, следователь, бандит, ну, как бы вот такое в основном. То есть это сравнительно лёгкие деньги, приятное времяпрепровождение в хорошей компании, в основном все знакомые, все друзья. Я прихожу, меня все знают, все любят, со всеми там пообщался, пришёл, поснимался без напрягов, получил денежки и ушёл. Поэтому как бы к пробам я так серьёзно, естественно, не готовлюсь. У меня сейчас есть время, да, я хопа записал, как себе вижу, и ничего не разбираю. Но для вас, как для актёров, которые именно актёры, я-то режиссёр, для меня это просто дополнительная функция, я на это не делаю ставство. Для вас, как для актёров, конечно же, в идеале подготовиться посерьёзнее. Вопрос просто в другом, насколько у вас есть на это время. Иногда вам пишут, запишите сейчас, там, срочно, дистанционные пробы пришлите, мы сейчас утвердим. Это всегда так происходит, но часто очень. Нужно быстро в течение часа записать, отправить и ждать, что в течение двух часов вам ответят. У вас просто физически не будет время всё это разложить. А тогда ведите, действуйте по наитию, как вам кажется, потому что зачастую первое впечатление, ощущение, оно действительно правдивое. А дальше уже начинается, как говорил мой мастер, от лукаого. То есть вы уже начинаете что-то там выдумывать и сказать. А первое мнение, оно зачастую правильное. Вот тут сейчас вопрос, где заказать книгу, Саш? Напишите мне лично или тут в Инсте, хотя Инсту я так не сильно как бы люблю, без обид. В Фейсбуке мне намного проще и для актёров и режиссёров, я уверен, что Фейсбук как раз это более подходящая социальная сеть. Напишите мне или здесь, или в Фейсбуке, договоримся, как бы найдём варианты. В принципе, в основном я книжки отсылаю по почте. Если это в пределах Украины, это очень всё просто. В России сложнее, но вот границы откроют. У меня уже есть порядка десяти человек, которые заказали, но я просто не могу переслать, потому что пока что границы закрыты. Как откроют, отправлю почтового голубя с книжками, у меня там есть мой человек, который всё это раздаст по адресам. цена книги. Саша. Цена книги. Если мы говорим о украинской цене, это 50 гривен, плюс пересылка. Если мы говорим о российской цене, это 700-800 рублей. Приблизительно. 700-800 рублей. чем чабок стоишь, я тебе скажу, без опыта. 700-800, я сказал, не 900. 600-800, ты дороже, чем чабок. Чабок в России 659 рублей я покупала. Ну, 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 окей. Ну, я снижать цену всё равно не буду, потому что я знаю, что она столько стоит. А чабок, ну, молодец, чабок, что ж, недооценивает себя. Точно, да. О, кстати, по поводу недооценивает. Актёр, как раз тоже, мне кажется, вот попадались тебе актёры с низкой самооценкой, вот мне просто зачастую все идут ко мне учиться с низкой самооценкой, вот эта проблема, по-моему, большинства просто. Я хочу быть актёром, но при этом я считаю, что я какашка. Ты знаешь, мне кажется, что это неправильный подход. Тут нужно как бы с этим бороться, потому что профессия актёра, как и профессия режиссёра, она сама по себе уже не скромная. То есть, когда мне говорят, что ты не скромный, а чего я должен быть скромным? Я не скромный, потому что это часть моей профессии. Ну, представь себе режиссёра, которому говорят, вот тебе 10 миллионов долларов, ты сможешь снять классный фильм? А я такой, ну, я не знаю, я не уверен, ну, я попробую. Ну, конечно, вряд ли. Будет кто-то с таким режиссёром работать. Режиссёр, как актёр, должны быть уверены. Они должны любить себя. Это нормально. Они должны вести себя, как звёзды, в хорошем смысле этого слова. Это не значит, что там именно звёздная болезнь. Нет, это другое. Это нормально. Должны знать себе цену и понимать свои сильные и слабые стороны. Сильные стороны показывать и всячески как бы улучшать, а слабые стороны с ними бороться и прятать их. Вот и всё. Конечно, когда актёр приходит, такой весь закомплексованный, несчастный и так далее, и у меня особого желания его переубеждать в чём-то нет. Ну, неприсушные зачем нужны люди вообще? Будь уверен в себе, не в наглую, а как бы просто понимай, что ты можешь это. Настрой себя на это. Я могу. Это моё. Я хочу этим заниматься. Я получаю от этого удовольствия. Я смогу это сделать. Когда ты приходишь, ну, не знаю, может быть, я не уверен, я такой плохой, я не талантливый, ну, как бы, большое спасибо, до свидания, приходите в следующий раз. Когда поднимете свою самооценку. Конечно. Поэтому для актёра я тебе скажу, в книжечке есть, это моя цитата, я её очень люблю, всячески при случае её цитирую. «Скромность, путь к забвению». Вот и всё. Какие золотые слова. Да, я тоже скромностью не страдаю, поэтому я тебе... я тебе написала и сказала, «Саша, давай, прийму эфир, прийди». Ну, а я с тобой. Всё, у нас прошёл час, Саш, я с тобой... пять минут ещё. Нет? Целых пять. Хорошо, давай, быстро говори что-нибудь. А, начинается. Как можно заткнуть собеседника? Скажите ему, ну, скажите что-нибудь. Слушай, вы хорошие, надо пользоваться этим. Конечно. Я предлагаю, что если, ребята, у вас будут какие-то вопросы, вы пишите, а мы тогда, может быть, ещё с Александром сделаем ещё эфир. Правильно, Саша? Без вопросов, я с удовольствием. Главное, время найти. Время сейчас самый дорогой товар. Хотя, ты знаешь, на самом деле это здорово, когда нет времени. Плохо, когда его завались. Вот когда был этот карантин ужасный, ты сидишь дома, особо идти некуда, никаких съёмок, никакой работы, ничего нет, и ты просто вот тут, просто гниёшь от скуки. А сейчас, у меня там, позавчера закончились съёмки первых трёх серий сериала. Там, два дня я смог провести с семьёй, завтра у меня уже освоение локаций, вечером я еду в Одессу на мастер-класс, в Одессе у меня мастер-класс, потом интервью, потом съёмки в фильме, потом примерка костюма на другой проект, дальше как бы общение, рано-рано утром я уезжаю в Киев, с тем, чтобы на следующий день уже приступать к съёмкам новых серий. Прекрасная жизнь, вообще зашибись. Фанатки Александра Ануфриева, вы теперь всё знаете, можете его преследовать. Попробуйте поймать. Саш, давай закончим эфир, мы с тобой всё равно в любом случае на связи и можем потом ещё провести, правильно? Если у нас с тобой будет время, а у людей потребность. Хорошо? Да, конечно. Я была рада тебя повидать, потому что я тебя лет сто не видела. Взаимно, всего хорошего. До новой встречи. Благодарю. Всем пока. Пока.